Блокировка первого этапа болезней сердца. Лучший способ избежать обширного инфаркта, избежать атеросклероза, начать с этапа номер один. Блокировать накопление холестерина, что является прямым результатом слишком большого содержания липопротеинов низкой плотности в крови, что в свою очередь является прямым результатом употребления трех вещей. Первое – насыщенные жиры, которые содержатся в основном в мясе, молочной продукции, яйцах. Второе – трансжиры, содержатся в основном в фастфуде и животных продуктах американской диеты. Третье – потребление самого холестерина из мяса, молочной продукции и, собственно, из яиц. Повышенные уровни липопротеинов низкой плотности вызываются, как мы видели, недостаточным потреблением клетчатки, которая содержится в цельной растительной пище. Поскольку мы приспособлены к поеданию клетчатки в огромных количествах, когда мы ее не едим, наш уровень липопротеинов становится гораздо выше, чем должен быть. Поскольку во всех растениях есть клетчатка, а во всех животных есть насыщенные жиры и холестерин, в общем, вся цельная растительная пища сокращает риск смерти от болезни номер один, а вся животная пища этот риск повышает. Однако существуют переработанные растительные продукты, которые повышают холестерин. Гидрогенизированное растительное масло, например. И переработанные продукты животного происхождения, которые не поднимают. Обезжиренное молоко и яичные белки. У животных только животный белок повышает холестерин, но у людей это скорее животный жир и холестерин. По крайней мере, у взрослых. Было исследование среди детей от 1 до 3 лет, которое обнаружило, что замена молочного белка на пшеничный сильно понижала холестерин. А когда они опять вернулись к молочному белку, уровень снова возрос. Но, как признают исследователи, они не могли полностью контролировать уровни холестерина. Использование молочного белка казеина исключает возможность создания бесхолестериновой диеты. Холестерин и животные продукты идут рука об руку. Как трудно создать растительную диету без клетчатки, даже когда детей пытались кормить белой мукой вместо цельной пшеницы. В итоге, чтобы заблокировать первую стадию болезни сердца, нам необходимо есть больше растительной и меньше животной пищи, потому что это означает больше клетчатки и меньше насыщенных жиров и холестерина.